Счастье в нас Счастье в нас Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на ближайшую неделю. Посмотрим, что же основное вам надо знать в ближайшую неделю. Ну и сейчас стихия. Земля, знаки зодиака, тельцы, девы и козероги. Ну и конечно, как всегда помните, есть акцендент у каждого из нас, восходящий знак, который влияет на нашу жизнь. И всегда советую, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и конечно, обязательно улыбнитесь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вам дает Вселенная высшие силы. Господь, космос, энергия. Называйте так, как ближе вам. Каждый из нас верит во что-то свое. Как всегда, по одной карте. И общая карта совета для стихии. В конце карты, три карты на исполнение желаний. Ну что, мои дорогие, я надеюсь, вы готовы. Смотрим. Тельцы. Тельцы, могу сказать, что ближайшая неделя будет у вас посвящена обучению. Это первое, что я здесь вижу. Новая информация будет приходить, которую надо будет уже перерабатывать, в которой надо будет работать. Ближайшую неделю будет прекрасна. Ближайшая неделя, простите, будет прекрасна для подписания соглашений, договоров, для принятия каких-то решений, чтобы двигаться дальше. Ну и обязательно по этой карте могу сказать, что для принятия решений вам надо будет все-таки собирать информацию. Это может быть связано с работой, карьерой, бизнесом. Ну а если это связано с межличностными отношениями, могу сказать, что некоторых из вас даже ждет предложение руки и сердца. Девочки, ваш мужчина уже набрался достаточной информации о вас, чтобы принять свое решение в вашу сторону. Ну а некоторых даже и заключение брака. Неделя такая будет аналитическая. Для вас это, ну, иногда близко, иногда нет. Вы любите, чтобы все было железобетонно, чтобы все было спланировано. Но могут быть вещи, которые возьмут больше времени, чем вы думали, для того, чтобы с ними разобраться и их решить. Ну а могу сказать, в целом продуктивная будет у вас неделя. Ну а у вас, я перевернула карты, но я не люблю перевернутые позиции, хотя я их тоже могу трактовать, но мне хватит. Я, самое интересное, рассказываю все вот по нормальной позиции, включая позитивные и негативные аспекты, если такие присутствуют. Ну что, а вот у вас, мои дорогие девы, идет расцвет, идет раскрытие чувственности, как у мужчин, так и у женщин. Меньше прагматичности будет в ближайшую неделю, больше вы будете воспринимать все действительно чувствами и эмоциями. Следите только, чтобы эмоции не перехлестнули вас, по той простой причине, что, если эмоции перехлестывают, вы не видите ясную картину ситуации, события. Немножко охладившись, немножко успокоившись, и неважно, какие это будут эмоции. Конечно, если позитивные эмоции, то это намного легче, и мы больше в них, как бы, все-таки стараемся погрузиться, но для принятия решений все-таки нужно немножко сбросить эмоции и включить больше анализа, чтобы все шло более по плану. Поэтому вы так же, как и тельцы, любите планировать. Вы любите сюрпризы, но хотите, чтобы эти сюрпризы были приятными. Для того, чтобы сюрпризы были приятными, все-таки даже анализировать надо будет в позитивную сторону. Для мальчиков, что могу сказать, если вы в поиске или в ожидании своей второй половинки, то, возможно, встреча вот с такой симпатичной девушкой. Это женщина старше 45, очень чувственная, очень нежная, очень заботливая. И могу сказать, что очень меланхоличная и улыбчивая. Смотрите осторожно, ее очень легко можно довести до слез, как до слез счастья, так и до щищипательных слез, простите. Она шатеночка от светлого до темного. Глаза в основном могу сказать, что вот тут уже зависит от знака зодиака. Если это рыбка, то у нее глаза коричневые от орехового до темно-коричневого. Если это скорпион, то могут быть глаза и голубыми. Ну, а если это раки, то у них бывают серые глаза тоже. Хотя цвет глаз зависит от многого, не только от знака зодиака. Я вам дала описание характера женщины. Как уже пойдет дальше, это уже решите вы сами, ведь тут мы говорим только об одной неделе. И да, возможно, встреча, возможно, это как первое знакомство, ну а также, возможно, и романтическая встреча с такой женщиной. Вам, мои дорогие девы, мужчины, с такими женщинами не всегда легко, уж слишком они для вас романтичны. И слишком много хотят внимания. Ну, опять же, выбор ваш. Вот что про дев. Давайте же посмотрим козерогов. Мои дорогие козероги, вы будете искать выход. Какие-то ситуации, скорее всего, уже произошли и вызвали у вас замешательство и поиск выхода. Что-то связанное с финансами, я здесь вижу. Ярко и понимаю, что выход рядом, выход есть. Просто вы его не видите. Бывает такое, что эмоции застилают глаза. И тут это один из тех вариантов. Но времени у вас на неделе будет предостаточно для того, чтобы проанализировать любую вашу ситуацию. И даже если она связана не с финансами, просто финансы я увидела ярко. Но вы сможете проанализировать ситуацию и точно сможете найти выход. Это то, что я ярко увидела здесь. Ну а также, смотрите, если говорить о межличностных отношениях, ваши претензии к партнеру или к партнерше могут ввести вашего партнера или партнерши в оборонительную позицию. И знаете, как лучшая защита – это нападение. Смотрите осторожно, чтобы это все не перешло в скандал, который ни к чему не приведет. Поэтому следите все-таки за уровнем вашей эмоциональности. Вам это не тяжело делать. Ну и сейчас посмотрим общий совет для стихии «Земля». Что же посоветуют нам? Общий совет – это быть в меру эмоциональным, не закрывать себя от мира, не закрывать себя от других людей, принимать других людей, особенно для кодирогов. Это прекрасный совет такими, как они есть, ведь каждый из нас – это личность, каждый из нас уникален, и у каждого из нас имеет место быть свое уникальное мнение. Вы не обязаны принимать мнение другого человека за свое, но было бы здорово просто принять человека таким, как он есть, с его или с ее мнением. Вот это об этом говорит эта карта. Ну и также эта карта говорит о том, что в ближайшую неделю будьте готовы, что будет много интересных новостей, которые вызовут вас, ну, может быть, не бурю, но эмоции. Поэтому старайтесь отдаваться эмоциям, насколько это возможно, но решение принимайте все-таки более с холодной и аналитической головой. Ну а сейчас, как всегда, загадывайте свои желания, мои дорогие. Загадывайте правильно, формулируйте желания правильно. И, конечно, старайтесь осознавать, что это именно ваше желание, что именно вы этого хотите, а не что-то, навеянное со стороны. Ну, просто, во-первых, желания, навеянные со стороны, скорее всего, не исполнятся. А если даже исполнятся, могут исполниться криво-косо, а даже если не криво-косо, радости вам это не принесет. Поэтому помните, что желание всегда должно быть только ваше. Ну и первое, что я могу сказать, вряд ли у тельцов в ближайшую неделю точно не исполнится. И потому что я вижу по карте недели, все-таки вы должны понять, ваше ли это желание. А для тех, кто действительно понял, надо правильно его сформулировать. Ну и еще один вариант, почему вряд ли в самое ближайшее время желание исполнится. Это потому что вы не владеете вопросом, и все-таки для исполнения желания нужны знания и нужно движение. Статично желание не исполнится. Смотрим для дев. Вам было бы здорово, правильно, все правильно сконцентрироваться на цели, а не витать в облаках. Все-таки понять, что, да, визуализация шикарна, ощущение шикарно, но все равно должно быть какое-то движение, а не просто вот эта греза. А грезы, ну нет, я не говорю, что они точно не исполнятся, но легче желание исполнится, когда вы сконцентрируетесь на результате и на цели. Ну и козероги, давайте посмотрим. А вот вам, действительно, вам нужно первое, для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам нужно перейти на уровень, чтобы это была не проблема, а чтобы это была задача или цель. И обязательно, чтобы вы излучали достаток, чтобы вы излучали здоровье. Ведь что излучаем, то и получаем. У вас вышло восстановление и действительно по вашей карте на неделю вам нужно действительно прийти к какому-то общему знаменателю, найти выход и сконцентрироваться не на отсутствии того, чего вы хотите, а именно на обладании того, тем, чего вы хотите. Подумайте об этом. Ну вот такая неделя у стихии Земля. Ну а я вам, конечно же, желаю обойти все подводные камни, счастья, радости, здоровья, успехов, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои каждодневные новые ответы на вопросы. Ну и, конечно же, ставьте лайк. Это ваша благодарность за мой труд. И, конечно, ваши лайки помогут продвигать мое видео на просторах Ютуба и помогут большему количеству людей обрести это самое счастье по умолчанию. Благодарю вас заранее. Люблю вас, мои дорогие. Пока. Пока.